Молитвы Чтобы она была правильная, чтобы отвечена была наша молитва, когда у нас тяжелой скорбь. Когда мы благодарим Господа, у нас все хорошо, эту слышит Господь молитву. И когда Он не отвечает, Он тоже слышит, но не отвечает. Есть какие-то причины, почему Он не отвечает. Возможно, не по воле Его. Мы слышали очень много примеров, как молиться, когда молиться, в каком виде молиться. Много-много-много. А для чего? Вот для чего мы это говорили несколько суббот? Смотрите, апостол Павел Ефесянам говорит так. Обновиться духом ума вашей и облечься в нового человека. Вот мы должны что-то сделать, чтобы ум наш, ум обновился. Вот мы говорим о молитве нашей, чтобы наш ум обновился. И чтобы нам облечься в нового человека. То есть что-то сделать изменение. Мы видели некоторые моменты, которые, да, неправильные у нас. Да, неправильные. И нам, братья некоторые, показывали, что это неправильно. Это нельзя так. Это нужно изменить. И вот неделя прошла. За эту неделю. Ну что-то мы изменили. Вот реально мы что-то увидели. Реально мы что-то сделали. Потому что услышать одно дело, об этом поговорить другое дело. Но предпринять что-то сделать, это, конечно, очень важно. Пусть Господь поможет сегодня так же и нам сегодня говорить об этом. Смотрите, апостол Павел, когда фессалопикистам много-много писал, говорил, он пишет такое слово. Наконец. То есть, братья, уже надо об этом говорить. Вот все. Точка. Наконец. Братья мои. Что только истинно. Что честно. Что справедливо. Что чисто. Что любезно. Что достославно. Что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Если об этом мы будем помышлять. Что честно. Что справедливо. Что чисто пред Господом. Помышлять мы будем? Конечно, мы и действовать будем. Вот если мы видели эти примеры за Иосифа. Что Иосиф наблюдал за собою. Значит, он помышлял это. Что это нельзя. Это грех. В любых обстоятельствах. Рядом отец или не рядом отец. Ты в плену или дома. Он знал, что вот это грех. Он об этом помышлял. И, конечно, и действовал так. Пусть Господь нам сегодня поможет увидеть, что в Израиле происходило. Что в те годы изображались. И Господь вот нашел людей, которые написали это слово. Написали. И оно осталось на страницах Священного Писания, чтобы нам сегодня эти ошибки не делать. Следующее место я хотел прочитать. Это будет Езекииле, 16 глава. В 16 главе Изекииле, 39 стихе, здесь, как говорится, такие слова. Вот в чем было беззаконие Содома и сестры твоей, дочери ее, в гордости, пресыщенности, в праздности, она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем моим. И увидел это я, и отверг их. Мы знаем Содом, город, который Господь истребил. Мы знаем, что там жил Лот в одно время. Лот увидел, что это хорошая земля. Увидел, что там можно, так сказать, жить и заниматься скотоводством, так существовать хорошо. И он поселился в этом городе. И мы знаем, что произошло там, что там такая мерзость была, что Господь увидел это и выселил одного Лота. А весь город истребил. Потому что они такое делали мерзость. Но посмотрите, это же не сразу случилось с этим Содомом. Я не думаю, что когда Лот избрал этот город, он уже был вот в таком виде. Он стал таким. Вот здесь говорится, что в гордости, присыщенности, в праздности люди ничем не заняты, живут хорошо. Все у них есть в достатке. Присыщены, праздны, ни в чем не имеют нужды. Богато живут. И вот эта гордость привела к тому, что Содомляне стали делать вот это беззаконие. Вот когда поселился Лот там, он же тоже как пришелец был. С ним не поступили так, как поступили с ангелами. Когда пришли ангелы, или как сказать, пришли два человека к Лоту, переночевать они окружили дом и сказали, выведи этих гостей, мы познаем их. Но когда Лот поселялся, они не были такие. Они стали. Вот в чем они стали? В гордости, в праздности, в присыщенности, в изобилии жили. И стали вот это мерзость делать. И говорить, я отверг их. Это показывает нам, что значит, когда мы живем в достатке. Когда мы горды, пройдет это именно падение. Как надо наблюдать нам, когда нам сегодня хорошо. Когда у нас достаток очень хороший. Вы посмотрите, все же мы чуть-чуть видим разницу, кто жил в Советском Союзе, кто сейчас живет на Украине. И кто живет в недостатке, ну не хватает. Не хватает даже на пропитание не всегда. Вот зима приближается, некоторые думают, как перезимовать. Как чтобы дети не были голодные, чтобы обувь была, чтобы пойти в школу, как 1 сентября, все дети идут в школу. Надо купить одер, надо купить обувь. И некоторые семьи переживают это. И это неприсыщенность. Это недостаток. Но вот здесь, в пресыщенности, когда у нас все есть, мы праздываем, мы гуляем, мы ходим в ресторан, есть опасность, что Господь может извергнуть, как садомлян. Нам надо сегодня очень сильно подумать об этом. Смотрите, что Петр пишет за дни лота, когда лот жил в это время. А Петр уже написал, конечно, это событие, чтобы люди посмотрели. Посмотрите, что делал лот, когда садомляне были такие развращены. Второе послание Петра, вторая глава 6 стиха. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконны». Вот посмотрите, в какое время жил лот. Апостол Петр пишет, что он мучился в праведной душе. Ну, сказать, ну, а что ты, лот, там остался? А что ты не ушел с этого города? Ты видел развратный город? Что ты не ушел? А это знамение для нас. Вот что он там остался, знамение для нас. Господь этим примером хочет показать. Посмотрите на нечестивцев. Праведного я там не погубил. Я вывел его. А нечестивцев вот так сожгут. Вот так сгорят. И он будущим поколением, смотрите здесь какой стих, показав пример будущим поколениям. Нам показал. Эта земля сгорит. Нечестивцы сгорят. Сегодня очень много философов есть, которые говорят, неужели Бог такой будет, ой, так будет уничтожать людей, ой, неужели Он такой. Он показал своим примером, да праведные не сгорели. Праведный Господь вывел. Послал ангелу и сказал, выходи, лот. И в угоду тебе вот эти города я оставлю, беги туда. А нечестивцев спалить, чтобы мы сегодня могли увидеть, что нечестивцы сгорят. Мы живем сегодня тоже не в простое время. Сегодня этот грех узаконился. И некоторые молодые люди думают, ну раз государство узаконяет браки, так сказать, одного пола, значит государство разрешает, значит это можно. Нет, нет, в Писании прямо написано, нечестивцев Господь сожгет. Будущим поколениям Он показал, что как Содом и Гамора были сожжены огнем, так эта земля сгорит. Беззаконие сегодня очень сильно увеличится. Очень мало стран осталось таких, которые не приняли этот закон. И это будущность того, что Господь сожгет эти нечестивцы, эту землю сожгет за беззаконие. А нам верующим что делать? Нам есть предупреждение. Нам есть предупреждение, о чем подумать. Смотрите, почему мы стали говорить о молитве, о как подходить к молитве, как приходить на молитву, как приходить в Дом Божий. Особенно сегодня к молодым обращаемся, одежда должна быть правильная, сестры должны правильно одеться, братья должны правильно одеться. Даже постричься правильно надо. Вот думают, ну, что моя прическа? Ну, так я постричься или так? А вот в Писании, смотрите, написано, в Еремии три места. 9 глава, 26 стих, 25 глава, 23 стих, и 49, 32 стих. Везде подчеркнуто. Которые стригут на висках волосовой. Истребит Господь. На висках волосы выстригает. Вот сегодня мода включилась вот такая. Вот здесь вот выбривает. Потом еще вот такую полоску сделает. Потом вот здесь оставит такой большой чуб. А вот здесь выбривает аж. Молодежь, вы думаете, это новое что-то вы придумали? Или вам предложили новую прическу? Да Господь Еремий три раз сказал. 9 глава, 25 глава, 49 глава. А левитов в 19 главе он сказал. Те, которые стригут голову кругом. Вы видели, да? Голову кругом. Вот сзади вот так все выстригено, выстригено под бритву. А вверху вот такой хохолок стоит. Кто жил в Казахстане, вы видели детей вот так постригут и вот такой оставят клочок и резинку поставят. И когда я был маленький, и мне отец говорил, вот это написано. Кругом нельзя стричь. Казаки стригут. Ну, они Библии-то не верят. А мы верующие. Мы должны, когда идти в полихмахерскую, мы должны задать себе вопрос. А что я сюда пришел? А что я хочу сделать? А в Писании есть вот такое место, как постричься мне? А что мне сделать с бородой? Конечно, есть. Какую бороду оставить? Как постричься? Ребята, это серьезно. Я знаю, сейчас вот молодые опустили голову. Но когда вы пойдете в полихмахерскую, задайте вопрос. Девятая глава. Еремий. 25-я глава Еремий. И 49-я. Прочитайте. Потом пойдите по полихмахеру. И скажите, я не хочу. Я не хочу, чтобы меня Господь наказал. Есть другая крайность. Когда просто не стригутся. Вообще растет, куда хочет. Это тоже крайность. Господь хочет, чтобы мы приходили правильно. В правильной одежде. В правильной прическе. И как создал Господь? Как создал Господь? Да, мы можем что-то умоется красиво. Зубы почистить. Это хорошо. Но есть крайности, где нельзя делать. Вот Господь создал меня вот таким. И когда мы приходим на пир брачный, немножко другое положение. Когда мы приходим в Дом Божий на молитву, в священное собрание, мы должны задать себе вопрос. А как я выгляжу? А это угодно нашему Господу. Моя прическа, моя одежда, мое поведение. Посмотрите еще на одну историю, которая описана в бытие за Адама. Господь создал Адама. Ни с чего. С земли взял и создал. Еву взял из ребра Адама. У них родились дети. Но прежде чем родились дети, они согрешили. Они послушались дьявола. Дьявол искусил их. И Господь выгнал их из Иедемского сада. Эта история очень знакомая. Но трагедия произошла еще дальше. Когда они стали жить, уже родились дети. Два сына, два брата. Каин и Авель. И вот жертву они приносили, и жертва одна была неугодна. Потому что сердце видит Господь. Но Каин обиделся. Не задал вопрос себе. Господи, почему моя жертва не принято? Почему я не таков? Почему? Что случилось со мной? Господи, помоги. Он так не молился. Он понял, что брат у него конкурент. Он просто пошел в поле с братом и убил брата. Трагедия была для Адама и Евы. Конечно, была трагедия. Катастрофа. Когда брат, брата убивает. Это родители страшно. Страшная трагедия. Смотрите, проходит 130 лет. Вот не написано, сколько прошло, когда он согрешил. Когда родились Каин и Авель. Нету этих дат. Но прошло 130 лет. Это описывается в 5 главе 3 стих. И родил Адам Сифа. 130 лет прошел и родился у них третий сын. Теперь прошло приблизительно, я не знаю точнее историю, около, говорят, около 200 лет. Когда у Сифа родился уже сын Енос. И вот там есть такое место. И стали призывать имя Господне. Вот эта трагедия, которая произошла с Адамом, что они согрешили. Каин убил Авеля. Потом уже родился внук у Адама. И потом стали призывать имя Господне. Конечно, они молились. Конечно, они знали Господа. Но разрыв произошел очень глобальный. Это в наши дни тоже происходит. Это в наши дни происходит. Вот я знаю один случай, да не один случай, несколько случаев, когда сын, в другом случае дочь, ну, родилась в верующей семье, а потом вышла замуж за мирского человека. Он родился тоже в верующей семье, он тоже не устоял в истине, как мы говорим. Ушел в мир, женился на мирской, всю жизнь жалеет, что вот он в мире женился, что у него судьба такая. И его поколение не может прийти к Господу. Отец, то, что сделал глупо, он сознает свою глупость, но прийти к Господу не хватает сил, не может покаяться. И дети не могут покаяться, и внуки не могут покаяться. Но важно другое. Внуки задают вопрос родителей, почему ваши братья, сестры верующие, все верующие, а вы не верующие. Наши дети не верующие, и наши внуки уже не верующие. Почему мы не можем выйти опять в церковь? Никто не может ответить на этот вопрос. Но когда-то произошло падение одного человека, а целое поколение не может прийти к Господу. И вот здесь описано вот этот случай с Адамом, что когда родился Енос, стали призывать имя Господне. То есть праведные люди пошли отсюда. А произошла катастрофа, конечно. Адам согрешил, Ева согрешила. Каин сделал страшный грех, убил брата своего. Но поколение проходит. поколение проходит, не могут вернуться к Господу. В наши дни это происходит. Дети, я обращаюсь к вам, молодежь, это очень важно. Очень важно сделать правильный шаг, который отразится на всю вашу жизнь, как у Иосифа. Вот он сделал один раз правильный шаг, а жизнь получилась у него благословенная. Он боялся Господа во все времена. И в доме отца, и в темнице, и у Патифара служил, и стал вторым по фараону. Он боялся Господа. Это сохранило его поколение. Даже почитайте, какое благословение он получает уже, получая землю в обетовании. Уже сыны Израиля пришли в землю обетованную. Иосиф получает особый, особый, так сказать, участок земли. Потому что Господь не оставляет. Тысячи родов благословляет. Если один род поступает правильно на тысячи родов благословения, а если грешат, Господь, конечно, наказывает. Посмотрите, кто может знает, прошлую ночь, с четверга на пятницу сделалась катастрофа. Молодые люди ехали в машине троем и сделали аварию. И один погиб, двое, как сказать, потерпели такую аварийную ситуацию в больнице. Вот языком юридическим услыши, молодежь, не справился с управлением автомобиля и произошла авария. Это юридический такой термин. А водители что говорят? А водители говорят, не вложился в поворот. Вот как вы думаете, разница есть в этих словах? Не вложился в поворот. Или юридическое лицо говорит не справился с управлением. То есть не сделал правильное действие. Сколько сегодня людей, которые не справились с управлением жизни своей, попали в наркоманию, в пьянку, в блуд, в нечистоту, в беззаконие. Сколько людей не справились со своей жизнью, а поколение будет нести, нести будет наказание. Это очень серьезно. Конечно, я соболезную этим людям, которые сегодня потеряли сына. Это наши знакомые, даже родственники далекие. 17 лет молодой человек погиб. Это катастрофа. Никогда не забудется родители. Могут друзья забыть, но родители не забудут, что наш сын в этой аварии погиб. это слово, которое не справился с управлением своей жизни, попал в наркоманию, не то, что не удержался, ой, как было ему трудно, и он попал в наркоманию. Нет. Он явно сделал преступление. Он сделал преступление, и произошла катастрофа. Он попал в наркоманию, попал в пьянку, попал в блуд, попал в другое беззаконие. Он избрал это. По каким обстоятельствам? Друзья помогли, или соседи, не знаю. Но это избрал человек. Сегодня происходят разводы в семьях. Вы как думаете, это просто так и все. Нет. Мало по малу, мало по малу, и человек приходит, говорит, все, я дальше не могу, все, мы расходимся. Там она или он, расходимся. Избрали вот это беззаконие. И приносит катастрофу не только вот этой семье, а уже и последующим поколениям. И последующим. Может быть пройдет 3-4 рода, пока это рано исцелится. Я знаю, есть исцеление, есть исцеление, но очень мало. Вот на Адамовой семье, посмотрите, прошло 130 лет родился Сиф. Да, Ева сказала, Господь дал мне вместо Каина. Да, Сиф правильный был. От Господа был. Но родился внук. И тогда только стали призывать имя Господне. Вот эти примеры, они нам показывают, как нам важно, как сегодня нам всем важно делать правильные решения, чтобы наше поколение. Вот Бог создал так, все равно мы растем. Вот мы родились, мы же не сами захотели, да, ладно, я родюсь. Нет, Господь ждал жизнь. И мы растем. Хотим мы, не хотим, мы не можем в детстве оставаться. Мы растем, вырастим, у нас будут поколения, у нас будут дети. И что наши дети будут что делал мой отец, что делал дедушка мой. Понимаете, да? Это все связано. И почему говорится, чтобы род грядущий знал из рода в род передавалась истина Божия. И как мы служим Господу, как мы ходим пред Господом. И чтобы наша молитва была услышана. Я знаю, что Каин молился Господу, знал Господа, что Адам тоже молился, но вот рождение что стали призывать имя Господне. Возможно, какие-то раны стали излечаться. Конечно, Адам же жил очень много лет. Он пережил и в одни и внука своего. И из-за этого нам такие примеры показываются, что мы должны очень сильно наблюдать не только я живу хорошо, у меня все есть прекрасно, а там после меня что будет? Нет, мы должны переживать, а что наши дети возьмут с нашей жизни какой пример, как они будут подражать, как я подражаю своим родителям, если они поступали правильно. Потому что в Писании есть и такое, когда сын увидел, что отец поступал неправильно, и что сделал? Он сделал поворот, стал делать правду, и Господь обратил внимание, говорит, вот этот сын разумный, он увидел, что отец поступал неправильно, но сын сделал правильный вывод и стал на правильный путь. Говорит, накажу я этого сына за отца? Нет, он избрал правильный путь, но это очень сложно, чтобы сын нашел в себе силы, это очень важно, очень трудно, очень тяжело, но очень важно, чтобы сын нашел этот путь. Посмотрите, еще одно место я читаю, Ефесянам, 4 глава, 23 стих, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности, святости и истины, посему отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своим, потому что мы члены друг к другу, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждаемся, никакое гнилое слово да не исходит из ваших, а только доброе для наседания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, вот очень короткие слова, но Павел здесь сказал очень много, в чем нам надо сегодня каяться, во многом, во многом, и всем надо покаяться, как молодым, как средним летам, так и старшим есть на чем подумать, потому что жизнь проходит, приходят различные искушения, вот здесь сказано так, отвергнув ложь, говорите истину, вот есть же над чем подумать, ну когда-то мы же сказали неправду, по телефону, или в прямой речи, сказали неправду, а потом подумали, ой, я же обманул, ой, ой, Господи, прости, помилуй, а завтра опять повторяю это, повторяю, а вот Павел говорит, обновите ум ваш, ум обновите, не делайте это, если у нас делалось, не делайте теперь, теперь не делайте, мы члены друг к другу, он говорит, мы члены, вот рука может обмануть правая рука левую, да нет, что делает правая левая все знает, вот он говорит, мы члены друг к другу, и вот это надо исправить нам, исправить, кому надо за языком наблюдать, покаяться, за гнилые слова, за скверные слова, сквернословие же выходит, молодежь, знаете, да, что такие есть скверные слова, есть гнилые слова, а есть пустые слова, которые, ну, ни пользы, ни ничего не приносят, это пусто, вот просто, о чем-то говоришь, ни о чем, он говорит, это пустое слово, а есть скверные, которые оскверняют душу, я жил в Советском Союзе, где без скверных слов практически не разговаривал, да, на всех уровнях, даже через сколько лет поехал, через шесть лет поехал в Россию, в аэропорту между собой, которые билеты продают, там это оформляют, печати ставят, они между собой матом кроют, разговаривают, в Америке я такого не слышал, мне так страшно, и со мной был один человек, я говорю, вау, сколько лет уже не слышал этого, он говорит, ну, вы же английский не знаете, а я говорю, а что, американцы ругаются, ого, как еще ругаются, значит, это скверные слова, они во всей земле есть, если мы неправедные люди, мы их употребляем, а вот в этом надо каяться, каяться за ложь, каяться за скверные слова, за гнилые слова, гнилые слова, они пользу тоже не приносят, они портят, портят наш разговор, за украшения мы уже слышали много, мы хотим себя украсить, особенно девчата, да и ребята сейчас не отстают, цепочки такие вешают, что аж, думаешь, наверное, шея согнется, толстая такая, а я так смотрю, одному брату, прям в глаза, вот так смотрю, смотрю, он почувствовал, такой взгляд пристальный, говорит, ну, я забыл снять, я говорю, да я не туда смотрю, не на цепь твою, вот надо же подумать об этом, а это угодно Господу, мы приходим к предбору Господу, это правильно мы приходим, а сколько мы смотрим фильмов, вот вы слышали когда-нибудь, молодежь, что брат, который пошел в кино, его взяли на замечание, вы слышали, братья, нет, да, а я знаю, а я знаю, таких людей, которые ходили в кино, их брали на замечание, сегодня не берут, а порнографию сегодня смотрят, а за порнографию брали на замечание, а как вы думаете, если вы порнографию насмотрелись много-много, ваша жизнь будет благословенна, или Господь вас будет бить, 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 очень долго, для чего, из любви, чтобы вы остановились, а если вы не остановитесь, ваши дети будут продолжать это дело, а если ваши дети не остановятся, внуки будут пожинать это, и вот в Израиле говорили, почему мы не едим кислый виноград, а оскома у нас, отцы наши ели кислый виноград, а у нас оскома, Господь говорит, так не говорите, надо покаяться, надо остановиться, если ты сделал это беззаконие, если ты не покаешься, если ты не остановишься, дети твои продолжать будут эту кислоту чувствовать, этот грех чувствовать, всем нам надо покаяться, и из-за этого у нас молитва уже несколько недель, говорится о молитве, услышанной молитве, что нам нужно покаяние, мы сильно опустились далеко, а сегодня посмотрите на фейсбук, молодежь, у кого есть фейсбук, а у кого нету фейсбук, а инстаграм у кого нету, она говорит, у меня нету, я вчера ушел, а до вчера что было, много было, а какие фотографии, иногда стыдно смотреть, говорят, это же ваш член, в вашей церкви, такая фотография, голая, все говорят, ну она же не совсем голая, она же в купальнике, а в писании это написано ногишом, если ты поставил фотографию в купальнике, ты ногишом сфотографировался, если вы сегодня в этом не покаетесь, ваши дети раздеты будут фотографироваться, вот сегодня есть призыв такой, на велосипедах едут голые, кто знает, в Портленде есть такая компания, которые ногишом берут специальное время, лайчишь там, дорогу, им определяют, они на велосипеде едут, ногишом, полностью ногишом, и девочки, и мальчики, то есть мужчины и женщины, ногишом, и думают, ой, как страшно, а моя бабушка, она говорила, до войны, до войны, были люди такие, которые ставили вот так плакаты, и написано, долой стыд, и шли, ноги шли по городу, и потом пришла война, и война разрушила этот город, и не только этот город, очень много людей пострадало, то есть Бог смотрит на вот эти вещи, как мы относимся к своему телу, как мы относимся к фотографиям, которые мы выставляем на весь мир, еще гордимся о своих грехах, они говорят открыто, вот если вы такую фотографию поставили, ноги на весь мир, вы открыто говорите о своей внутренности, что внутри вас наполняет. Братья и сестры, мы сегодня говорим очень серьезно, это все говорит о нашем внутреннем человеке, который отразится не только сегодня на нас, и на наше поколение. Сегодня в школе учат детей самому развратному, самое, что есть развратное. Все можно. Но это не так. Господь накажет эту землю. Эта страна была верующей когда-то, сегодня она становится самобеззаконной. Хотя Европа тоже не отстает, они конкурируют друг между собой. Но Господь эту землю сохраняет для огня. Он сожгет. И как важно, кто сгорит, а кто останется. Как один брат здесь был, он сказал, я не представляю Царство Небесное без моих детей, что я буду царствовать, а дети мои нет. Конечно, мы родители, мы не представляем такого царства. Мы хотим, чтобы и наши дети имели жизнь вечную. Сколько пришлось Еве плакать о Авеле, что Каин это сделал. 130 лет прошло. Я не знаю, когда родился Каин и Авель, но прошло 130 лет, когда родился Сиф. Года проходят. Молитвы проходят. Потом приходит благословение только за то, что когда люди каются. И нам есть сегодня в чем покаяться. Нам есть сегодня в чем покаяться, чтобы ни мы, ни наши дети не погибли. Давайте помолимся. Если вы вспомните, что вы ставили фотографии молодежи, неправильно. Покайтесь в этом. Сотрите. Только вы можете стереть эту фотографию. И никогда, никогда не делайте такие фотографии. Сфотографируйте красивое дерево, но не красивую себя. Чтобы люди посмотрели на каково дерево, на то, что вы поставили, и сказали, о, какая природа, которую создал Господь. А не такую, которая вы такая красивая, аж некуда. И поставили вы себя. Ребята, вы тоже самое же делаете. Вы же не такие, не другие. Вы очень красивые, но не на фотографии, а в жизни. И поступать надо в жизни очень правильно. А если вы не сделали правильно, сделайте сейчас покаяние пред Господом. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова